Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И рассказывает нам наши мудрецы в Талмуде и других местах в Устной Торе Что Ецарара показал Саре жертвоприношение Ицхака И как бы мы бы сегодня сказали, была прямая трансляция Таким образом, что она увидела, что Авраам занес нож над Ицхаком И ее душа вылетела, ее душа выпахнула Она не дождалась окончания этого всего Так скажем, она не смогла выдержать Почему? Потому что так же, как наш праотец Авраам Является символом Хеседа, символом самоотдачи И все ради других Так и наша праматерь Сара Она, можно так сказать, даже намного сильнее была Если так можно выразиться в этом качестве Тоже это реализовывала И она не могла выдержать этого испытания Если это были 10 испытаний у Авраама То, соответственно, конечно же, были 10 испытаний у его жены Потому что муж и жена — это одно целое Рассказывают наши мудрецы, что жизнь Сара, она была цельна Да, 127, 127 лет И весь этот рассказ с выбором места для захоронения пещеры Махпела И все описание, как наш праотец Авраам выкупает это место за огромные деньги Так скажем, завышенные во много раз Все это переплицается с тем, что буквально в самом начале нашей главы Мы видим, что Авраам Закен Да, что Авраам, он, так скажем, постарел Так скажем, стал как бы пожилым человеком Потому что потеря в данном случае своей второй половины И испытания такого рода Не сказать, что он был человеком пожилым Потому что в то время люди жили 220, 230 лет, 240 лет Ему тогда было 140 Соответственно, на наше время, если можно это перевести То это было около 70 лет И у Авраама открылся новый Тора нам раскрывает, что Авраам не просто он как бы постарел А Тора раскрывает нам, что Авраам, ему открылся новый уровень понимания И сразу после этого рассказывается, что он взял себе жену к Туру Которая, так скажем, если так можно выразиться, прошла Гиур Это была первая его наложница Жена Агарь Первая женщина, которая Которая Сара И от которой пошел Ишмаэль Сара дала свою наложню Свою рабыню Жены Аврааму От которой произошел Ишмаэль Который изначально должен был унаследовать В случае, если у Сары не будет потомства Унаследовать духовность И ее отличие Агарь заключалось в том, что она, будучи из очень высокой семьи Сказывает нам устная Тора, что она была дочерью фараона Дочерью главы Египта Когда они были в Египте Авраам с Сарой И ее суть была в том, что она на всякий случай хранила в себе старые измы Старые идолопоклонства Которые она унаследовала, получила в своем доме И Авраам от нее больше не требовал То есть, будучи рабыней, так скажем, рабыней Усары Авраам не требовал от нее становиться еврейкой Это тоже очень огромный урок для нас Потому что можно жить Не евреи Могут жить, праведную жизнь прожить На основе законов Ноха И никто не... У нас наоборот У нас отговаривают присоединяться к нашему народу И у нас Когда человек хочет присоединиться Пройти Георию, ему говорят, что не нужно Потому что Прожить праведную жизнь, будучи не евреем Намного проще, чем взять на себя ответственность быть евреем И от нее не требовалось это Но что требовалось? Вот Ишмаэля должно было Если бы не было нашего праотца Ицхака Должен был бы произойти еврейский народ Но есть очень интересное объяснение Интересный взгляд В Торе И буквально это не написано в открытую Это намеками и буквально, можно сказать, точками определяется Почему? Когда Авраам взял в жены Ктуру От слова Кторы Воскурение Сказывает нам устная Тора Что она Агарь Видя, что Ишмаэль Не унаследовал Не продолжает путь Великий путь Быть евреем Когда еврейство передавалось Принятием на себя Что есть только Всевышний Осознанием этого Реализация этого Агарь как бы делает шуву Она берет на себя больше То есть она берет на себя Определенного рода воскурение То есть приношение Вер То есть она перерождается Можно так сказать Она становится Ктуру Тогда Авраам ее возвращает к себе И рождается у них потом Потомство Очень рекомендую посмотреть внимательно На имена этих детей До этого мы узнаем Что Авраама Дает все Всю свою духовную ценность Всю свое духовное наследство И Передает Ицхак Передает Ицхак И Ицхак становится Прародителем нашего народа После Авраама И А что же тогда получает И сразу же после этого Рассказывается Что Авраам дает Подарки Матанот Подарки Своим Сыновям От Ктуры Он дает им подарки Матанот Понятно что это Не имеется ввиду Материальные подарки Имеется ввиду Духовные Качества Важно да Исходя из того что Как он их называет Этих сыновей Потомства Это Важное качество И он видит в них Что они не Так как он все передал Все наследство Передал Духовное наследство Передал Ицхаку И эти дети Несмотря на то что Ктура На себя взяла Быть еврейкой На себя взяла Так скажем Повышенное обязательство Дети Ее не унаследовали И эти Матанот Если Внимательно посмотреть Там отсутствует Буква ВАВ Буква ВАВ Это одна Из Букв В имени Всевышнего Четверок букв И Имени Всевышнего Центрального Ю ВАВ И ВАВ Вот эти буквы Это ВАВ ВАВ Это Всегда Символ Соединения ВАВ Это всегда Буква Которая Как одна черточка Так она Показывает нам Канал И Этого канала Нет У них Есть потенциал Но Отсутствует Одна буква ВАВ То есть у них Есть только Неполноцен Неполноцен Есть духовность Но эта духовность Она неполноценная Матонот Отсутствует Буква ВА Теперь Одна буква Но И отправляет их Авраам На восток Если сегодня Мы Опять таки Сегодня тяжело сказать Кто Какие Потомки Кого Все очень смешано Сегодня нельзя С четкостью Или с какой-то Определенностью Сказать Кто Потомок Кого Но Если посмотреть На сегодняшний восток Восточные страны Там есть духовность Есть Разная духовность Но Там нету Всевышнего Теперь И это нам большой урок Потому что Многие люди Едут в Индию Едут в Китай Ищут что-то Какие-то Святость Духовность Там нету Там есть Бегство От Материальности Там есть Бегство От Заземленности Там есть Какие-то Философии Понятия И так далее Но там нету Всевышнего То есть мы видим Они получают Мама В доме Где всегда Преподавалось Что нужно делать Добро Что есть Только Всевышний А здесь Он не получает Фактически Никакого Никакого Его потомства Не получает Никакого Никакой связи Со Всевышним И это Нам Раскрывает Глаза И очень Легко Показывает Что Так скажем Потомство Ишмаэля Арабы В той или иной Степени С их Религиями В той или иной Степени Там одно Насилие Там одно Убийство Грабеж Не нужно Далеко ходить Можно Открыть Новостные Агентства Любые Сегодня И посмотреть Большинство Терактов Создают И делают Реализовывают И оплачивают Так если Можно сказать Последователи Так называемой Религии И там Нету Нету Никаких Ценностей Не зря Он назван Народ Будет Дикий И это Все Потомство Это Все Потомство Все Это Потомство Ишмаэля Теперь Что для нас Мы должны Выучить Так как Авраам Наш Протец Авраам Отдал Всю Духовное Наследство Своему Сыну Ицхаку На наших Клечах Лежит В этих Тяжелейших Условиях Условиях Когда С одной Стороны Разного Рода Изма Религии Выдумки Духовность Так называемая В кавычках А с другой Стороны Отсутствие Полнейшей Духовности Отсутствие Абсолютное Вообще Каких-либо Принципов Правильных В этом В этой Пучине Наша задача Нашего народа Двигаться До конца Реализовать Тот потенциал Который Всевышний И ту работу Которую Всевышний Нам дал И тот потенциал Который у нас есть И Да Это тяжело Да Мы знаем Исторически Что Что нас И давили И пытались Купить Все что угодно Делали Лишь бы Помешать И вплоть до Сегодняшнего дня Лишь бы Помешать Нашему народу Завершить задачу Который взял на себя Наш пратец Авраам Нести в этот мир Осознание Что есть только Всевышний И что Только он правит В этом мире Никакие духовности Никакие Выдумки Сказки Не имеют Это пустой звук Но наша работа Исполнение заповедей Жизнь в Израиле Как реализация Этих заповедей Здесь Сегодня После Больше чем Двух тысяч лет Искитаний Это возвращение Сюда К нам Домой Это Тяжелейшая работа Изучение Торы Это Привнесение В мир Мысли Что есть только Всевышний Как мы говорим Три раза в день В молитве После молитвы Шмонастера Говорим Отрывок В молитве Лейну Лишебек Что весь мир Осознает Что есть только Всевышний Мы с Божьей помощью Завершим нашу работу Никто нам в этом Не помешает И Тогда По настоящему Расстроится Всевышний В нашем мире И все Все пойму Осталось Пожелать Всем нам Шаббат Шалом Хорошего настроения Побольше Учебы И Для евреев Как можно Быстрее Возвращаться К себе Домой На родину В Рецисраэль Для того Чтобы здесь Жить Для того Чтобы здесь Учиться Преподавать Тору Развивать Проекты Разного рода И Как говорится Раскрывать Имя Всевышнего В Массы В первую очередь В еврейский народ Шаббат Шалом Продолжение следует